Приветствую всех на канале The Game Reviews. Сегодня будет такой, скажем так, беглый поверхностный обзор игры Air Missions Hind. Данный выпуск вышел при поддержке зрителей с позывными TEX960 и DELVANIN. Большое спасибо вам, ребята, за поддержку канала. И по поводу ваших сообщений, которые оказались одинаковыми практически. Ролики будут. Еще раз спасибо и начинаем ролик. Как обычно, начать я хочу с игр своего детства, ибо все новое это по сути хорошо забытое старое. Итак, в конце 90-х у меня была игровая приставка Sega Mega Drive. Я играл в кучу разных игр, прошел немало, но когда мне впервые попалась игра Desert Strike от Electronic Arts, да-да, были времена, когда эта контора делала крайне толковые игры для актуальных на тот момент платформ. Так вот, я просто офигел от суперграфики этой игры, которая оказалась трехмерной. Анимация полета-вертолета, разные варианты оружия, миссии на уничтожение вражеской наземной техники, объектов и солдат. Все это было круто. Потом оказалось, что существует еще две части для Сиги. Это Jungle Strike и Urban Strike. Все эти три игры я прошел, что называется, взахлеб. Потрясающее управление, отличные и интересные задания, не только по уничтожению, но и по спасению людей, например. Необходимо было следить за уровнем топлива, нужно было собирать баки с топливом, ремкомплекты и боеприпасы. Для этого надо было подлететь к этим предметам и из вертолета выдвигался крюк и подбирал это на борт. Это было просто неописуемо круто. Я надолго запомнил эти игры, а позднее, когда у меня появилась консоль Sony PlayStation, оказалось, что на нее существует два продолжения серии. Это Soviet Strike и Knuckle Strike. Потом времена приставок для меня прошли и в определенное время я перешел на ПК. Интерес к авиасимуляторам у меня остался еще со времен Dendy, где была игра Top Gun, а также, например, на Sega была игра Afterburner, которая мне тоже очень нравилась. Ну и, конечно же, Ace Combat на PlayStation. И на ПК я когда-то играл в симулятор F-22 и первый Ил-2 Штурмовик. Но вот поискать что-то именно связанное с вертолетами как-то я даже не додумывался. И вот совсем недавно, уже в 2018 году, когда решил поиграть в War Thunder, додумался поискать какую-нибудь игру на ПК именно про вертолеты. Оказалось, такие игры тоже есть. И первое, что мне попалось, это Air Missions Hind. Посмотрел пару геймплейных видосов на ютубе, почитал синопсис об игре и, недолго думая, купил ее в стиме. Причем, видя отзывы о том, что онлайн мертв полностью, я все равно решил купить, потому что мне не столько был онлайн интересен, сколько поиграть именно какие-то миссии с выполнением определенных задач. И какое же невероятное ощущение ностальгии я ощутил, когда впервые совершил первый полет в этой игре. Прямо вот те самые чувства, словно снова играю старый добрый Urban Strike. Игра Air Missions разработана словацкой инди-студией 3DVision. Она, кстати, когда-то еще выпускала тоже авиасимулятор под названием Air Conflicts. Итак, что из себя вообще представляет игра? Это авиасимулятор, где вы являетесь пилотом боевого вертолета, боевого десантного, если быть точнее, вертолета Ми-24, который в НАТО классифицируется как LINE, что по-английски звучит HIND, отсюда и под заголовок игры. Хотя, конечно, если вы купите какой-нибудь увеличенный пакет, то там дается еще три вертолета, но я этого не делал, я решил купить самый простой пакет, просто чтобы полетать, так сказать, поностальгировать. Прохождение кампании представляет из себя несколько тренировочных заданий и боевые вылеты, отдаленно напоминающие исторические. Например, задания начинаются с водных данных, как Азия, 1980 год, как бы намекая на Афганистан, как мне показалось. Немного об этом также напоминает рельеф местности, но это не во всех заданиях так, а лишь в некоторых. Но, конечно, относительно серии игр Desert Strike и всех остальных, что я упомянул ранее, в этой игре не кончается топливо, не требуется дозаправка и нельзя слетать за боеприпасами. В игре есть возможность выбора нескольких камер. Это вид от третьего лица сзади, два вида от третьего лица с левого и правого бортов, вид из кабины на месте летчика оператора, вид из кабины на месте командира экипажа, что расположен выше, а также камера, так сказать, тепловизионная какая-то или что-то типа того. Кстати, любопытно, что некоторые приборы отображают реальные текущие показатели, даже часы ходят. У каждого из режимов видимости есть, так сказать, возможность приближения в трех так же режимах, то есть стандартный, немножко увеличенный и сильно увеличенный. Ну, типа как приближение прицеливания или что-то типа того. Режимов управления самим вертолетом три. Это новичок, упрощенный и пилот. Я сразу подключил геймпад типа Xbox 360 и он моментально подхватился игрой. Сразу же все элементы навигации по меню и управления переключились на подсказки именно для этого геймпада. Настроил только чувствительность под себя, больше ничего делать не пришлось. И разумеется, первые пару полетов завершились крушением. Но последующие несколько полетов я уже попривык к управлению и, в принципе, все проходило более-менее гладко. Кстати, весьма удобен вид именно из кабины оператора. Управлять в таком виде проще всего, как мне кажется. Да и прицел там всегда там, куда направлены ракеты и пулеметы, если они неуправляемые, конечно. Однако, чтоб полюбоваться вертолетом, я много играл именно с видом от третьего лица. Доступно несколько типов оружия. Это управляемые турельные и станковые пулеметы, ракеты, сбрасываемые бомбы. В общем, есть с чем полетать и что повесить к вертолету. При прохождении сюжетной кампании за выполнение заданий открываются, в общем, следующие виды оружия. Перед началом полета ты сам выбираешь, что на каком конкретно подвесе у тебя будет установлено. На внешнем, там, на внутреннем и так далее. А также можешь выбрать цвет камуфляжа вертолета. Задания заключаются в уничтожении вражеской артиллерии, ПВО и прочих самоходных зениток. Уничтожение каравана в горных ущельях также еще попадалось, там уничтожение вражеской пехоты, причем сидя за боковым пулеметом, а не за основным. То есть в этот момент ты не управляешь уже вертолетом, ты управляешь непосредственно пулеметом. Ну и конечно битва с вражескими вертолетами и военными кораблями. Есть задания по спасению солдат из окружения, медицинская помощь и тому подобное. В общем, очень сильно напоминающие задания, какие были допустим в Desert Strike и Urban Strike. Во многих заданиях тебе помогают компьютерные союзники, которые также летят на своих собственных вертолетах и бомбят врага плечом к плечу с тобой. Можно зависать на месте и управлять турельным пулеметом или запускать допустим управляемые ракеты, которые надо вести до цели и должен сказать, задача это очень и очень непростая, это вам не GTA. Из пяти ракет максимум я одной только умудряюсь попасть по цели. И разумеется можно выпускать и тепловые отвлекающие ракеты. Кстати, при игре геймпадом поддерживается виброотклик, который начинает проявляться все сильнее, если по вертолету попадают вражеские заряды. Или если ты допустим ручку оборотов двигателя выкрутил на полную. Ну и конечно если ты начинаешь косить деревья, геймпад начинает судорожно дребезжать у тебя в руках. Если твой вертолет из решетил или ты решил покосить кусты лопастями, то он может начать барахлить, неустойчиво держать обороты, в общем сильно дымить. Причем чем дольше ты летаешь будучи в неисправном состоянии, тем гуще начинает валить дым. До такой степени может дойти, что вообще становится ничего не видно. Управление вертолетом ощущается именно как будто бы управляешь чем-то тяжелым и мощным. Опять же никакие GTA не сравниваются вообще, даже миссия в Vice City была легче. Ну думаю с геймплеем все в принципе в общих чертах понятно, по технической части. Вся графика выставлена у меня на максимум, вертолет, небо, облака и ландшафты, особенно в горных, зимних и городских местностях выглядят хорошо, а вот пустыня и тамошние здания слабовато нарисованы. Звуки, эффекты выстрелов и взрывов весьма неплохо сделаны, уж получше War Thunder в самолетной части это точно. Но вот огонь слишком мультяшно выглядит. Разумеется есть возможность убирания и выдвигания шасси, поэтому перед приземлением нужно не забыть их выдвинуть, иначе просто разобьешься. Также при посадке людей нужно открыть им двери. Если ты взорвешь слишком близко к себе какой-то объект, то его взрывная волна и осколки могут повредить твой вертолет. Минус у игры есть и для кого-то он может показаться решающим при раздумьях покупать эту игру или не покупать. Это мультиплеер, так вот онлайн мертв полностью, то есть вообще. При заходе в мультиплеер не находится ни одной игровой сессии, а создание собственной не приводит ни к чему кроме полетов в одиночестве. В целом могу сказать следующее. Если ты любишь авиасимуляторы, в частности симулятор вертолета, то в эту игру поиграть точно стоит. Игра с отличными звуками, полностью русской локализацией, в том числе и голосовой озвучкой, неплохим, хоть и простым сюжетом, отличная модель у вертолета и хорошо с моделированными ландшафтами. Если ты так же как и я в детстве любил серию Страйк на Сегу и Плейстейшн, то точно стоит поиграть, желательно именно геймпадом, ну или джойстиком, если он у тебя есть. У меня, например, его нет, а хотелось бы, конечно, чтоб лучше получать обратную связь, так сказать. Кстати, когда я делал этот обзор, наткнулся на еще один симулятор вертолета, это Хелли Борн, возможно тоже на него гляну, что там к чему. А сейчас лайк или дизлайк, подписка или отписка, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!